здравствуйте друзья по традиции из архивов подымаю но этот ролик особенный особенный потому что он нестандартный это не разговор с коллектором это беседа так скажем поучительный урок для сотрудницы молоденькой сотрудницы из колл-центра банковского дело в том что действительно это очень важно послушать для многих что здесь наглядно преподносится вся их ничтожность вероломства и лицемерия притом при всем неосознанная в случае этой девчоночки маленькой несчастной ее вот это вот беззащитность ее связанности по рукам и ногам когда она вынуждена повторять тупо скрипт уже понимая уже понимая я чувствую это хотя могу ошибаться что она не права вот по факту нахождения на этом месте ну и что хотелось бы сказать забегая вперед конечно лайки от вас жду подписку на канал ну а тем кому нужна юридическая помощь помощь юристов компании алям пройдите по кликабельной подсказочки которая вот в правом верху в правом верхнем углу трансляции выходит на наш сайт попадете также вся необходимая информация том числе и ссылочка на сайт в описании этого либо любого другого ролика есть ну поехали слушаем здравствуйте здравствуйте Юрий Михайлович совершенно верно очень приятно меня зовут Елена я звоню из банка Москвы вам сейчас удобно разговаривать да спасибо за готовность поделить мне время Юрий Михайлович вы являетесь клиентом нашего банка скажите пожалуйста как вам обслуживание все ли вас устраивает да вроде все не задумывался пока что ни каких замечаний нет все нравится в обслуживании вам пока что да спасибо за положительный отзыв а скажите пожалуйста если бы сейчас у вас появилась на руках сумма в размере 175 тысяч рублей на что бы вы ее потратили на что бы я ее потратил да не знаю может быть уже планы какие-либо имеются в путешествие бы слетал что простите путешествие это очень хорошее вложение средств конечно отдыхать необходимо я почему спрашиваю дело в том что банк Москвы снизил процентную ставку и мы готовы предложить вам самые выгодные условия кредитования вам предварительно одобрена сумма в размере от 100 тысяч рублей до 175 тысяч рублей средства которые вы можете использовать на ваше усмотрение в том числе и на отдых также на путешествие если вы получаете 175 тысяч рублей то ваш платеж по предварительному расчету составит 3771 рубль как вы считаете такой платеж для вас будет удобно да будет удобным а если я по какой-то причине не смогу там своевременно оплатить что тогда юрий михайлович у нас есть различные услуги которые именно предусматривает да банк различные страховые случаи первых у нас есть услуга кредитные каникулы которая позволяет отложить платеж на один или два месяца когда вам это понадобится также это не будет влиять на вашу кредитную историю в том числе допустим если запланирует тот же самый отдых да либо еще что-то либо не сможете вовремя заплатить вы можете отложить свой платеж и при этом будете уверены да что не будет никакой знаете почему спросил у меня знакомый взял в вашем банке банки москвы сейчас там в тб да как то там объединились кредит буквально 20 дней просрочил и я просто слышал мне прям запись телефона включал до какой степени беспредел осуществляется в отношении вот 22 дня человек не заплатила звонят в день по 8 раз хамят грубят представляются сотрудниками банка москвы и мужики и тетки с прокуренными голосами ведут себя ужасно угрожают буквальном смысле слова что передадим коллектором а в суд подадим и так далее я очень этого боюсь что финансовое состояние нестабильно в стране я три тысячи слегка и могу платить я совершенно спокойно да мало ли что может быть болезнь не знаю какие-то там накладки чисто на работе все что угодно может быть я очень бы не хотел столкнуться с такой историей когда и днем и ночью невзирая ни на какие законы человека просто разрывают на части 22 дня всего лишь пропустил причем у него сумма долга там два 2 тысячи чем-то должен платить а его уже ему говорят что у него уже штрафов там набежал теперь он должен заплатить не две там чуть ли не 12 тысяч я не знаю сейчас не берусь не гарантирую точность но даже не в целости предела в отношении банка ирия михайлович я понимаю конечно это достаточно неприятная ситуация конечно исходя до из отзывов которые вы слышите конечно трудно принимать решение сейчас действительно что-то рискованно да предпринимать хочу порекомендовать да то что единственно если происходит от вашего друга такая ситуация то вот напомним клиент вашего банка клиент вашего банка необходимо составлять претензию да претензию он пришел я я ему то же самое сказал когда это началось через буквально 10 дней да я ему говорю а я юрист а я ему говорю вот смотри давай я тебе помогу напиши пожалуйста он отнес и в прокуратуру и туда и сюда и везде отнес и в банк принес на него посмотрела девушка круглыми глазами отказалась принимать эту претензию а юрий михайлович в целом сотрудники обязаны принять любую претензию да так же у нас есть номер горячей линии на который можно там бесполезно там так и говорят как вы сейчас говорите на номере горячей линии они утверждают что принесите претензию в письменном видеобанк если мы такие условия да конечно же неприятно что именно произошла такая ситуация то что вовремя да и не был не оплачен платеж да но ты же сейчас на текущий такое приключится не дай бог я конечно не не хочу вообще этого предвидеть вы просто сами понимаете мысли то включаются когда рядом близкий человек двоюродный брат мой практически да вот так вот попадает в такую в такой конфуз мягко говоря вот вы сейчас говорите одно кредитные каникулы и мы не про какие он начинает звонить он на телефоны про кредитные каникулы на каких кредитных каникулах вы можете говорить вы должник вот прям так ему кидают в лицо вызов а должником человека может признать только суд принимайте оскорбление я не хотел бы принимать оскорбление я понимаю что это такая ситуация сложилась да я являюсь специалистом тоже по кредиту наличными конечно необходимо у него кредит наличными поняла вас дело в том что именно дан у меня я звоню именно с контактного центра да из центра банка маска но вы сразу начали разговор мнение там все ли хорошо в отношении меня как я вообще на банк же публичная организация естественно вы подозреваете что мы общаемся с вашими клиентами ваши потенциальные клиенты общаются с клиентами с вашими реальными вот противоречие какое возникает добрый голос красивый женский голос сейчас набирает одного человека предлагает ему стать клиентом этого банка и тут же рядом с этим человеком родственник близки утверждает что лучше не становиться клиентом этого ужасного заведения это не банк это что то но я сейчас вот его слова передаю я в десять раз пожалел что так произошло такие методы я бы ладно там долго бы не отдавал 22 дня мне с 10 начали звонить по 25 раз в сутки и днем и ночью и родственникам и друзьям и знакомым хамят это как какие ассоциации должен проводить приятный женский голос и это это ловушка девушка или нет юрий михайлович я понимаю что такая ситуация сложилась конечно же это неприятно это необходимо разбираться да в данном вопросе а невозможно замкнутый круг он в банк банк броню включает не отвечает ни на какие не принимает претензии никак не по телефону никак не реагирует просто продолжают звонить не дают слова вставить хамят огрызаются матерят на грани матов провоцируют человека на нервный срыв юрий михайлович а в данном вопросе все же необходимо обращаться в отделение банка возможно в другое как ну что там жить возле этого отделения ну сходил он четыре раза в одно второе в третье в головной офис своего города сходил написали несколько заказных писем ни одна ни ответа ни привета просто продолжают звонить понимаете одного же обращения вот смотрите приходит человек и говорит я отдам но чуть-чуть задержали ему у него просто ничего не принимает и все то есть даже платеж не принимает платеж-то принимает мы сейчас нечем заплатить так он сейчас думать чуть не платить было две тысячи сейчас уже там в разы больше надо заплатить чтобы закрыть какие-то штрафы невероятные и все остальное и говорят надо было читать договор у вас договор доступной форме написан девушка вы его сами читали вы можете мне гарантировать что я как юрист я разберусь но вы можете мне гарантировать что мне хватит 30 минут времени адекватно прочитать этот договор а не три часа как я читал его договор как юрист я три часа его читал вникал и ужасался сколько там пунктов противоречащих действующему законодательству вы мне такой же договор хотите предложить мэрия михайлович не я также договоры о моей обязанности является проинформировать о доступном нет душа моя вы что вы сотрудник банка и вы первое лицо которое выходите на связь с клиентом провоцируя человека стать этим самым клиентом и не обладаете информацией я вам сейчас задаю вопросы для того чтобы принять решение стать клиентом или нет пока что я склоняюсь в сторону полностью противоречащую противоположенную собственно позиции да я хочу слетать в путешествие да я спокойно буду отдавать эти деньги но подсунут ли мне хороший договор вернее дадут ли мне подписать хороший договор не будет ли там скрытых каких-то условий для меня невыгодных я подозреваю что договор у вас типовой если мне вдруг предложат я потрачу время приду в отделение банка и мне предложат почитать договор который у моего брата двоюродного уж извините это абсурд это раз во вторых я не хочу подвергаться какому-то воздействию тем более не хочу ставить под удар своих близких и родственников которым тоже банк звонит невзирая на 230 фазе у нас есть услуга финансовая защита которая позволяет защитить кредитные обязательства в случае также это еще денег заплатить да? это еще нужно денег заплатить будет да? да это услуга платная она рассчитывается индивидуально для каждого клиента от чего? банк сам от себя будет защищать скажите пожалуйста нет в целом от страховых случаев которые могут какие страховые случаи что у человека задержали зарплату на работе либо у него случилась неприятность на дороге и он там попал в аварию где он виноват по гололеду да? по недогляду вот этих вот служб и у него сейчас пока нет свободных средств либо от того что ребенок заболел допустим и нужно срочно лечить ребенка это что? да у вас там это я так понимаю тоже профанация какая-то очередная а у нас также есть такая услуга как можно отложить свой ежемесячный платеж как же отложить? он десять дней не заплатил его уже с десяти дней начали одолевать самыми жесткими методами и не хотят никаких предлагать ему услуг он сказал за все время три раза поговорили более или менее вежливо и потом начался поток брани угроз скрытых потом откровенных звонят какие-то непонятные люди из каких-то колл-центров где за их спиной слышны ругательства что там видимо с кем-то еще разговаривают я запись разговора сам слышал с ним разговаривает какой-то невменяемый тип а у него за спиной какая-то курица извините за выражение орет на какого-то человека слышно по телефону типа ты мне кто? и все такое понимаете? это банк Москвы Юрий Михайлович конечно что вы сейчас мне говорите это на самом деле это дико я не имею информации именно о том что очень плохо потому что банк это такая структурная контора которая действительно бросает вас девушка дорогая под пули и вы потом будете ну знаете косвенно ранним человеком когда человека вы убедите он пойдет за денежкой у него что-то случится и вот такая вот ерунда произойдет с ним и потом он будет говорить хорошая девушка там с приятным голосом говорила одно а я получаю в итоге другое как быть? Юрий Михайлович никто не может быть застрахован от того что может произойти так же следующее это вы сейчас говорите о землетрясениях и вулканах о действии банка специальные конторы которое учреждение которое в принципе должна быть уважаемо и так далее и тому подобное нельзя такие термины как так не может застрахован быть вы должны ваша организация ваше руководство должна контролировать эти моменты и застрахован должен быть в первую очередь клиент вменяемость руководителя вашего банка у нас для этого есть услуга финансовая защита вы об этом уже говорили а не проще ли убрать лишние поборы с клиента а вот вам как рядовому сотруднику подойти и запись этого разговора передать вышестоящему руководству Юрий Михайлович мы отмечаем данную информацию также важно знать в каком отделении банка такое отношение произошло да это в каждом вы думаете это единичный случай что ли до глупости это просто с каждым человеком у кого просрочка такая политика банка жесткая политика взыскания что у ВТБ что у банка Москвы одно и то же что сейчас вот этот почтобанк ли это банк который тоже ВТБ поглотила все одинаково я как юрист я это знаю у меня знаете сколько вот профильных таких вот обращений я понимаю сможете ли вы помочь сможете ли вы помочь но я не являюсь сотрудником также по взысканию да вы предлагаете услуги этого банка девушка и в то же время лукавите утверждая что банк это очень хорошо возьмите деньги и все и будет вам в жизни счастье надо там за своим здоровьем вы сказали следить да хорошее вложение получается может вы неосознанно но лукавите непроверенную информацию вы даете лично вами ответственность на вас чисто персональная личная человеческая потому что представьте себе сколько вы людей приведете клиентами и какой процент из них столкнется с беспределом банка и по сути вы на старте стоите этого беспредела Юрий Михайлович я понимаю что разные ситуации бывают невозможно не заплатить да платеж и так далее да но опять же таки если клиент берет кредит да опять же таки значит он рассчитывает свои способности да это понятно но это не значит девушка ни в коем случае что если он не рассчитал свои возможности в нашем государстве он обречен на бесправное существование и скажем так на беспредел со стороны учреждения которые обязаны соблюдать закон о банках и банковской деятельности что бы ни произошло есть четкий конкретный легитимный орган суд не отдает человек деньги подавайте в суд кто дал право оскорблять человека конечно никто не давал право да а банк почему-то сам себе дал это право и вас поставил в первые ряды как говорится вас милую девушку для того чтобы вы подтягивали ему вот этих жертв понимаете Илья Михайлович в моей обязанности является позвонить рассказать вам ну вы же человек с чувством собственного достоинства я вам сейчас изложил то что на самом деле происходит вы сказали что вы не в курсе этого ужасного события а я вам сообщаю как клиент со стороны мы с вами не договаривались вы случайно мне позвонили звезды сошлись я был на вашем месте извинился и положил трубку сказал я подумаю и все понимаю что вам нужно закончить разговор но девушка вы по моему стоите своего работодателя Юрий Михайлович я сейчас тоже выслушиваю информацию которую вы предоставляете да так же отмечаю а вы хотя бы не зовите меня в клиенты в целом Юрий Михайлович я в свою очередь действительно я приношу извинения за то что вам пришлось довелось к такой ситуации меня это не коснулось и не коснулось потому что я никогда не стану клиентом вашего банка вы ж поняли теперь то теперь наконец то я поняла вас Юрий Михайлович я не ваш клиент не трати на меня время но все же вы пользовались услугами нашего банка поэтому очень об этом сожалею все же Юрий Михайлович сейчас для вас доступно предложение о котором я хотела вам рассказать Юрий Михайлович все таки я понял теперь кого набирают в этом банке бездушных чудовищ даже в женском приятном обличье ну что вам не стыдно что ли давайте трубку положите ну что это такое да не стану я вашим клиентом никогда в жизни не стану клиентом ни одного банка только иностранного ну хотя ВТБ тоже имеет иностранные инвестиции причем в большей части Юрий Михайлович я вас поняла я вас услышала я еще раз приношу свои извинения да я уверена что все же я думаю разрешится все именно в положительную сторону с ним то разрешится уже разрешилось я уже ему сказал чтобы он ни копейки не платил пока банк в суд не подаст если банку нужны эти деньги пускай в суд подает потому что это просто шаг клиента в сторону банка если бы они банкиры вот эти ваши там взыскатели велись немного по другому человек бы просто уже бы вчера заплатил я знаю что ему дали зарплату уже бы вчера все заплатил и нормально все было никаких кредитных каникул банк Москвы не дает а если и дает то потом за это вдвойне сдирает понимаете это проверено уже и не только с этим банком вашим все это вы обманываете вот вы на первом крае обманываете людей выдавая им некорректную информацию лишь бы они пошли на ваши уговоры я звоню вам рассказать о предложении да это это лживое предложение лживое предложение зачем вы вообще тратите на это время свое займитесь чем я понимаю что вы закончили вуз и вам нужно продвигаться по карьерной линии но и поверьте вас даже вы понятия не имеете как устроена банковская система по-настоящему это механизм заточенный на то чтобы грабить людей а вы винтики шурупчики несмотря на то что там люди работают это бездушный механизм вас даже учат так чтобы вы этого максимально долго не понимали а те кто наконец-то понимает у тех есть шанс продвинуться по карьерной лестнице потому что они понимают структуру банка запомните если вы хотите продвинуться в банковском бизнесе то вам нужно отключить эмоции и стать частью бездушной машины и еще узнать как устроена вообще вся банковская система что деньги банка вообще как таковые не существуют банк дает людям виртуальные деньги вынимает настоящие последние у людей деньги это все диверсия против людей против граждан против населения против ваших соотечественников и вы часть этой диверсии девушка хоть у вас приятный голос Юрий Михайлович вы ожидали нарваться на такого клиента я снимала вашу позицию я снимаю вашу позицию именно в связи с этим я вас услышала благодарю вас за то что вы уделили мне время и предоставили данную информацию данная информация будет также заверен очень бы хотелось заверить что она будет передана не подружкам хотя вы знаете лучше дайте подружкам послушать вашим коллегам кто рядом с вами сидит что руководству нет смысла они и так все знают а не улыбнуться вам скажут что да слушайте вы этих дурачков да потому что клиенты банка для руководства это дурачки все а вы дайте лучше своему подружкам друзьям смотрите на кого нарвалось сегодня дайте послушать и вместе задумайтесь за чашкой чая над этим спасибо большое за предоставленную информацию я надеюсь что в дальнейшем ваши отзывы да и так же мнение поменяется в любом случае это только в том случае если изменится отношение банка к людям тогда изменится это все в ваших руках в руках тех кто работает в этом механизме но механизм не перенастроиться никогда Юрий Михайлович все же надеюсь что в дальнейшем ваши отзывы будут положительными а на основании чего не станут положительными скажите пожалуйста на основании того что я сам по отношению к себе лицемером стану такого не произойдет Юрий Михайлович банк предлагает условия я озвучиваю так в этом то и дело что надо сначала голову включить подумать прикинуть понимаете вот вы же не станете продавать продукты которые заведомо испорчены ну допустим гипотезе чисто гипотетически девушка вдруг вы узнали что они гнилые а они запакованы в красивую обертку вот вам сказал работодатель ваш там шеф продавать эти консервы а в консервах там тухлятина а на них срок годности написан хороший вы с чистой совестью будете продавать зная что там тухлятина так вот вы тухлятину продаете ладно я понимаю что я вас немножко перегрузил информацией давайте все до свидания это информация очень важна для нас я благодарю что тоже уделили мне время рассказали о такой ситуации мы будем рады вас видеть в отделении нашего банка не доставлю я вам этой радости будьте уверены не доставлю потому что вы будете рады потирая ладони ага пришел ха 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 ну иди сюда ой здравствуйте Юрий Михайлович вот у нас есть продукт там сто семьдесят тысяч всего три тысячи в месяц иди-иди сюда дурачок иди-иди давай-давай вот как это будет выглядеть ваша радость ну не ваша буквально девушка Юрий Михайлович я вас услышала ой какие вы ой не далеко вы это делали скажем да не можете я и не претендую мне не нужны ваши ответы я все знаю воспринимайте это как ликбез более старшего более умудренного опытом человека откровенный то есть поток правды на своей работе уже давным-давно поверьте мне забыли что такое правда хотя думаете что вы праведный человек спасибо большое вам что уделили мне время я тоже вам желаю всего наилучшего вы не знаете как прервать связь да просто скажите все и до свидания и кладите трубку Юрий Михайлович даже я вам звонила рассказать о предложении вы предоставили данную информацию которая к сожалению неприятная ситуация я поняла вас еще раз подчеркну мы данную информацию принимаем к сведению и в дальнейшем будем работать над тем чтобы таких ситуаций не повторялось я в свою очередь благодарю вас за то что уделили мне время сейчас рассказали об этом желаю вам всего только доброго до свидания до свидания ну что скажете друзья как вы думаете что вот сейчас происходит после того как наш разговор с ней закончился да я вам скажу она конечно же чуть-чуть задумалась но первое что у нее возникло в голове ну я же на работе я же должна свой рабочий день заработать и тут же нажала кнопку там кнопочка принять следующий совершить следующий звонок и тут же начало звонить следующему человеку бабушке дедушке молодому человеку потенциальному клиенту чтобы предложить а вот те стоил те самые там 175 или в каждом конкретном случае отдельные суммы а вот и все вы слышали да как она монотонно все это по скрипту там тоже скрипт также изыскатели все это прочитала рассказала и ну хоть бы намекнула да понимая что ничего не изменится но хоть бы намекнула что действительно я задел невозможно если у человека есть хоть немножко задатки душе в молодом теле наверняка они еще есть невозможно не зацепиться да не задуматься над этой информацией ну я вот не знаю не допускаю мне кажется что все таки очень много людей на белом свете нормальные изуродованной душой даже те кто в банках работает я очень надеюсь на то что эта девушка наткнется на это ролик еще раз переслушать задумается да понятно у нее есть планы в отношении своего будущего в банке но рано или поздно она все таки поймет если не поймет то у нее есть хорошие шансы двинуться вверх по карьерной лестнице не поймет в каком смысле в том то и дело что поймет но душа не шевельнется не шевельнется совесть только у этой публики есть возможность двинуться дальше то есть как только сотрудник банка начинает разбираться во всем как устроена система банковская откуда берутся деньги в банке точнее откуда берутся возможности давать людям при полном отсутствии тех самых сейфов которые показывали в старых фильмах где грабят банки банк сейчас современные ограбить невозможно в том понимании что открыть сейф и пачки денег нет возможности нереально нет никаких денег в количестве только цифра в компьютере то есть вам дают цифру с компьютера а вы должны отдать своего кармана настоящие деньги далеко не цифры не виртуальные да и никого не волнует какие вы их возьмете и какой ценой они вам достались вот потому что они не знают ценности настоящих денег для них деньги для банкиров существуют в этом пространстве как товар знаете как овощебаза многие из вас кто постарше моего возраста были в молодости на овощебазах и видели вагоны с капотами ну или кому проще давайте пляж с песком галечный пляж и вот деньги это вот это нечто песок который можно взять в любом количестве просто горстью загрести и перенести в другое место они никогда не хочутся вот такое отношение у банка к деньгам ценности то есть ценности которые мы с вами ощущаем при получении какой-то суммы у них нет тем самым у них нет в подозрениях даже тех эмоций которые мы можем испытывать то есть они даже не боятся того что могут нанести какой-то моральный ответ серьезный человек пусть они понимают те из людей кто это когда осознал и выключил совесть выключил эмоции вообще какие-то человеческие чувства имеют серьезные шансы открыть банковский бизнес открыть микрофинансовую организацию и то и пятое и пятое и десятое вот если вы хотите поподробнее узнать пожалуйста посмотрите в правом верхнем углу ссылочку кликабельную подсказочку на наш сайт и на сайте увидите видео презентацию как устроена работа кредитных юристов компании аля вот она эта подсказка те из вас кто столкнулся с беспределом банков и банковской системы с беспределом МФО с беспределом коллекторов пожалуйста вставайте под юридическую защиту и мы ваши права обеспечим мы защитим вас от этих посягательств ссылочка на наш официальный сайт в описании видео там же есть в описании этого ролика там же есть видео на нашем сайте официальном обязательно обязательно посмотрите чтобы четко конкретно осознать то что мы будем делать чтобы вас рассеялись все сомнения ну и конечно ссылка на группу вконтакте соцсеть кому-то удобнее через контакт с нами общаться следить за нашей деятельностью за нашим форсом все ролики дублируются другой ролик после того как выкладывается на ютюбе дублируется вконтакте ну и подписывайтесь на наш канал передавайте ссылочку на друзьям знакомым всем тем кому по вашему мнению будет интересно узнать эту информацию ну а на связи был с вами Кузнецов бюджет центром юридической защиты компании Азиам спасибо всем удачи здоровья финансового благополучия вам и вашим близким до свидания